От простейших спортивных площадок до современных спортивных сооружений мирового стандарта. Такой путь за 90 лет прошла отрасль физической культуры и спорта в России и в Чувашии в том числе. Накануне Дня физкультурника Минспорта ответил свой юбилей. Высший совет физической культуры был утвержден в СССР в 1923 году. По удивительному совпадению в этот же день президиум Чувашского облсполкома принял решение о создании областного совета физкультуры. Физкультуру в массы, рекорды и победы на службу Родине. 15 лет во главе спортивного ведомства Чувашии Василий Филиппов посвятил развитию физкультуры и большого спорта в нашей республике. Всю свою сознательную жизнь работаю в спорте. Я мастер спорта по акробатике. Сегодня в каждом сельском районе есть современный физкультурно-спортивный комплекс. Мы мечтать не могли об этом. Сегодня заниматься не хочу, но не совсем хотят молодежь. Национальной идеей должна быть. Быть сильным, здоровым, ловким, успешным. Чувашия внесла заметный вклад в развитие российского и международного спортивного движения. С 1952 года на Олимпийских играх участвовали 37 спортсменов Чувашии. Имена наших знаменитых олимпийцев – легкоатлета Арделеона Игнатьева, велосипедистов Валерия Ерды, Ирины Калентьевой, лыжника Владимира Воронкова, скороходов Елены Николаевой, Олимпиады Ивановой, Владимира Андреева, марафонах Валентины Егоровой и Татьяны Петровой-Архиповой – известны всему миру. Многочисленных молодежных прыжков и футбольных команд до полноценной отрасли. Причем отрасли – одно из самых передовых, эффективных и значимых. Руководство нашей республики, развитие спортивной отрасли, относит к одной из приоритетных задач своей деятельности. За 90 лет в республике создана мощнейшая сеть спортивных сооружений. Сегодня во всех сельских районах и малых городах республики построены современные физкультурно-спортивные комплексы. Вдвое больше жителей республики стали заниматься плаванием. Такого масштабного развития спорта в столь короткие сроки за 7 лет в истории нашего региона никогда не было. Тот, который сегодня следит за собой, занимается физической культурой и спортом, он всегда стойкий, выносливый, мужественный. У него всегда проявляется характер к победе. Мы гордимся нашими чемпионами, мы гордимся нашими лучшими спортсменами. Никого не может быть сомнений о завершении начатых спортивных сооружений. Мы практически вложили миллиарды рублей. Все свои обещания мы выполняем перед спортивным, с обществом, перед жителями. Но миллиарды с миллиардами, я хочу это отметить, делают все люди. Сейчас в республике ведется строительство регионального центра по велоспорту «Маунтинбайку». Планируется начать строительство регионального центра по биатлону. В 2014 году запланировано строительство центра по стрельбе из лука. Кроме того, в Чебоксарах начато возведение ледового дворца. Татьяна Трофимова, Николай Яковлев, Республика.